Привет! С вами канал Hi English, и сегодня мы продолжаем работать с учебником Hi English File, 3rd edition, Intermediate. So we are continuing to work with the textbook English File, Intermediate. If you like this kind of videos, don't forget to subscribe and press the bell notification button in order not to miss any new videos. Окей, итак, начинаем с первого задания. Первое задание у нас I, my wallet, I lost, I've been losing, I've lost my wallet when I was on holiday last year. Что нужно в первую очередь, на что нужно обратить внимание? На время, потому что смотрите, у нас есть when I was on holiday last year. Даже давайте возьмем просто last year, в прошлом году. Когда у вас есть указание времени, когда действие произошло, тогда вы используете past, какое-то прошедшее время, past simple, past simple. Потому что есть у вас конкретное указание времени, когда, когда произошло действие, last year. То есть здесь вы не будете использовать I've lost, потому что это I've lost, это present perfect. Это когда действие произошло, прямо сейчас есть результат. Вы будете использовать past simple. Past simple это будет lost. Итак, I lost my wallet when I was on holiday last year. Дальше второе предложение. He a lot of money when his grandfather died. And we have the word inherit. Ну, то есть у нас слово, смотрите, inherit, разные формы слова inherit. Итак, inherit это значит унаследовать. Опять же таки, посмотрим еще раз внимательно на предложение. He a lot of money, много денег, when his grandfather died. Когда его дедушка умер, что он сделал с деньгами? Он унаследовал. Но опять же, у нас есть конкретное время в прошлом. То есть опять у нас будет past simple. He inherited, he inherited, конкретное действие в прошлом. Действие произошло в прошлом. Конкретное время здесь указано. Дальше третий вопрос, третье предложение. She had a bank account for five years now. Здесь, давайте посмотрим, у вас есть, она имеет bank account. Account это счет, банковский счет. For five years, на протяжении пяти лет. Здесь мы говорим о period, о периоде. То есть, смотрите, когда вы говорите о периоде, когда действие, на протяжении какого периода действие осуществляется, вы можете использовать или present perfect, или present perfect continuous. Что это значит в данном случае? У вас есть had, 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 had здесь не подходит. Почему? Потому что это будет past perfect. Вы используете past perfect, когда говорите о прошлом действии, которое произошло раньше какого-то прошлого события. То есть, когда я пришел в кино, фильм уже начался. Или когда я пошел на работу, я вспомнил, что забыл отключить утюг. Забыл отключить утюг, это действие, которое произошло раньше, чем я пошел на работу. То есть, это past perfect действие, которое случилось раньше какого-то действия, уже прошлого действия. Раньше прошлого действия. Здесь у нас есть слово now. Посмотрите, now. То есть, мы говорим о сейчас, то есть о present. Поэтому мы и о периоде. То есть, по состоянию на сейчас она имеет банковский счет уже пять лет. Мы здесь используем present perfect. Она имеет банк аккаунт за пять лет. Поэтому, почему present perfect? Потому что мы говорим о now и мы говорим о результате. So, right now, I can say that I have had a bank account for five years. If you are talking about a period, you have to use present perfect or present perfect continuous. Here, you don't have present perfect continuous. You have only the option with present perfect. That's why you use has. Question number four. Четверокий вопрос. I've been playing. Смотрите. I've been playing. I've been playing football. Я играл в футбол. Когда у вас есть окончание ing, это показывает продолжительное действие. Продолжительное действие. I've been playing football. И возникает вопрос, когда или как долго. When, since, for. When, когда, since, с того момента как. И for на протяжении. Здесь мы не можем использовать слово на протяжении. For, I was six years old. Потому что я могу сказать for five years. На протяжении пяти лет. Но никак нельзя сказать for I was. Можно сказать с того момента, как мне было. Since I was six years old. Since, говорим с определенного периода в прошлом. С какого-то момента в прошлом. Это очень типичное слово для present perfect и present perfect continuous. Я играю в футбол с шести лет. И здесь акцент сделан на продолжительное действие. То есть оно как бы активно продолжается сейчас. Дальше, пятое предложение. Have you been to South America? Окей, смотрите. Здесь вам нужно запомнить предлог. Обращайте, пожалуйста, внимание на предлоги. В английском языке они очень-очень важны. Посмотрим на первое предложение. I was on holiday. То есть be on holiday. Быть в отпуску. Или быть на каникулах. Используется предлог on. Be on holiday. Дальше. Have you been to? Been to. Не in. Не been in. А been to. Have you. Уже у вас есть подсказка. Это будет have you когда-нибудь. Have you ever. Потому что ever означает когда-нибудь. Yet. Еще не. Before. Before до. До какого-то момента. Здесь будет ever. Have you ever been? Вы когда-нибудь были? To South America. В Южной Америке. Have you ever been? Это какое время? Правильно. Это present perfect. Потому что present perfect is used for experiences. If you talk about experiences, you have to use present perfect. Have you ever been to London? Have you ever been to Japan? And have you ever seen Terminator 6 movie? And so on and so forth. Experience. Present perfect. Number six. Again. Have you. And the second sentence. There's blue paint in your hair. На твоих волосах. Они скажут в твоих волосах. Blue paint. Синяя краска. There's. There's. Мы говорим о наличии. Смотрите, когда у вас два предложения, где-то будет предложение-подсказка. Они просто так не будут писать два предложения. То есть в такое предложение нам что-то должно подсказать. Смотрим. Have you been painting? Have you painted? Have you painted? Когда вы говорите have you painted, вы говорите ты уже нарисовал? It means have you finished painting? Have you painted already? Can I take my picture? Have you painted? Ты уже нарисовал? Я могу забрать мою картину? А здесь мы говорим о процессе. То есть какой-то процесс происходил на протяжении какого-то времени, и он привел к какому-то результату. Результат на лицо – это синяя краска в волосах. И я спрашиваю, что ты делал? Почему у тебя синяя краска в волосах? Have you been painting? Ты что, рисовал? Это present perfect continuous, и он часто употребляется. Например, когда я вижу моего, захожу домой, вижу, что мой сын рисует, я могу спросить. Oh, you have been painting? Или сказать. Have you been painting? Ты рисовал? Have you been painting? Потому что я вижу, он в краске, например, или он везде, везде краска, везде бумага. Have you been painting? Это present perfect continuous. Он передает процесс, который начался в прошедшем, в прошлом времени, и происходил на протяжении какого-то времени, и или остановился, или, может быть, даже и продолжается, но есть какой-то результат, или есть акцент на продолжении действия, как здесь. Have you been painting? Дальше, седьмое предложение. It's 11 a.m. and I half an hour of work this morning. Сейчас 11 часов. And I did, я сделал. I've been doing, я делал, делал и продолжаю делать. Или I've done half an hour of work this morning. Смысл этого предложения прост. Смотрите, работа обычно начинается в 9 часов. То есть, в 9 часов я начинаю работать. Когда 11 часов, то я уже сделал 2 часа работы, грубо говоря, как здесь в английском предложении. It's 11 a.m. and I, в этом случае, я только сделал. То есть, it's, это present, сейчас, да, сейчас, 11 часов, present. И я использую тогда present perfect, потому что я по состоянию на сейчас, I've done, есть результат. Present perfect передает действие, которое произошло в прошлом, но оно связано с настоящим. То есть, у нас есть какая-то связь. Дальше, восьмое предложение. Sentence number eight. Can I speak to Peter, please? Sorry, he has gone out. Just. Только что, ever. Когда-нибудь, yet, еще нет. Здесь очень просто. He has just gone out. Где Питер? Он только что вышел. Present perfect. То есть, он вышел в прошлом, но результат налицо. Какой результат? Его отсутствие, отсутствие Питера. Number nine. You look tired. Ты выглядишь уставшим. What? То есть, есть результат. Да, у нас кто-то устал, и мы можем спросить, почему ты устал? Что ты делал? Что ты устал? What you have been doing? После what используется вспомогательный глагол. What have you been doing? What have you been doing? Потому что present perfect continuous имеет have been doing структуру, форму. Have been doing. What have somebody you been doing? I have been dancing. I have been playing football. I have been painting. То есть, have been doing something. Обязательно используется been, потому что это perfect. Мы слово be образуем been. И глаголу do добавляем ing. What have you been doing? Десятое упражнение. Передолжение. What is he asking? Why is he asking for money again? Почему он опять просит денег? И следующее передолжение. I have been 50 pounds two days ago. Здесь обращаю ваше внимание на то, что здесь указано конкретное время в прошлом. Если у вас указано конкретное время в прошлом, вы используете past simple. Не I've lent, потому что I've lent – это означает как бы сейчас. Вот я ему одолжил, и я не говорю о времени. Время – неважно. Тогда present perfect. Но когда вам важно время, вы говорите, что два дня назад, вы используете тогда lent. Не забываем. Lent – первая форма. Вторая форма lent. И третья форма тоже lent. Одинадцатое предложение. I haven't finished my exams. В отрицательных предложениях. Это present perfect. Еще будет yet. I haven't finished my exams yet. I've got two more next week. У меня еще два на следующей неделе. Двенадцатое предложение. How long have they… Как долго… Have they going out together? Как долго длиться какое-то действие? То есть они начали встречаться и еще встречаются. И мы говорим опять же таки о периоде. Period. Как долго что-то происходит. Period. Period. So how long have they been going out together? Как долго… О длительности. Как только вопрос сказал долго, вы используете present perfect. Continuous или present perfect. Number thirteen. Alan a lot of money when he was a student. Опять. Здесь очень простое предложение. On borrow. Borrow – это у кого-то одалживать. Деньги, когда он был студентом. Да? Ну, молодец. Надалживался, когда он был студентом. Смотрите, здесь точное указание времени. Когда есть точное указание времени, тогда вы используете past simple. То есть Alan borrowed. Смотрим. Borrowed. Has borrowed. Это как бы сейчас действие произошло. Он говорит, знаешь, я одолжил деньги. I have borrowed some money. Как только указывается время, вы не используете present perfect. Вы используете past simple. Запомните это. Пожалуйста. Number fourteen. When on holiday to Thailand. So here we have a question. У нас вопрос. When. Но вопрос начинается с when. Со слов когда. То есть опять. Нас интересует время. Time. Time. Pam, pam, pam. We are interested in time. So when did you go on holiday to Thailand. Have you gone? You went. И опять. Конкретное время на прошлом. Two years ago. Здесь два индикатора, по которым можно сказать, что это будет past simple. Первый индикатор это when. И второй индикатор это конкретное время. Время в ответе. Всегда, когда у вас есть вопрос when, вы используете past simple. То есть будет when did you go. So if you have when in your question, you need to use past simple. Don't use present perfect because when means time and present and past simple deals with the exact time in the past. So you have to use past simple. Number 15. She saved enough money for a car. She needs another 500 euros. Okay, good. So she needs. You have some kind of hint. Because here you have needs. And it's right now. Это сейчас. Она имеет деньги сейчас. Она нуждается. Точнее, не нуждалась, а нуждается. Это present. Но present какой? Hadn't. Нет. Hadn't saved. Это past. Hasn't. Подходит. Has saved. Здесь смотрите, какой нюанс. Нам нужно сказать, она hasn't saved enough money. Она не насобирала достаточно денег. Или она насобирала достаточно денег. Она нуждается еще в 500 евро. Ну, здесь будет, конечно же, hasn't. То есть она достаточно денег не накупила. Ей еще нужны 500 евро. So she hasn't saved enough money for a car. She needs another 500 euros. Question 16. We fought too much on our holiday last year. Помните, что когда у вас прямое указание времени, то есть прямое, вы знаете, когда действие произошло, тогда вы используете past, simple. We spent. Здесь we have spent, we've been spending. We spent. Мы потратили far too much. Слишком много on our holiday, on our holiday, на наши каникулы, на наш отпуск. Last year, в прошлом году. Так. Семнадцатое. How much money you earned last month? Ну, это уже просто, да? Вы поняли, когда у вас используется конкретное время в прошлом, тогда вы используете past, simple. Когда? Или когда у вас приложение начинается на когда? Когда? Last month. Все, значит, past, simple. How much money did you earn? Number 18. I haven't seen her. Я не видел ее last summer. Окей. I haven't seen her. Я не видел ее с прошлого лета. То есть прошлое лето было последним... Это был последний раз, когда я ее видел. Правильно? Правильно. How is she? Как она сейчас? То есть мы говорим о сейчас, то есть это не будет уже... Кстати, I haven't seen at the present perfect. То есть I haven't seen her since. С лета ее уже не видел. I haven't seen her since last summer. Since last summer. Кто-то может сказать last summer, значит past, simple. Нет. Потому что здесь у вас стоит present perfect, то есть мы говорим о сейчас. How is she now? И с прошлого лета. Не прошлым летом произошло какое-то действие. Если прошлым летом что-то произошло, как здесь, например, I lost my wallet when I was on holiday last year. Тогда вы используете lost. Тогда вы используете past simple. Но здесь вы не используете past simple. Почему? Потому что вы говорите, что с прошлого лета длится какое-то действие, и оно еще на сейчас не закончилось. То есть я не видел ее с прошлого лета, и сейчас я или уже увидел, или еще не видел. Еще действие продолжается. То есть с прошлого момента. Если нарисовать это, то у вас получится вот такая линия. Вот last summer. Вы здесь. Это present. И с этого момента вы еще ее не видели. То есть действие не завершилось last summer. Оно продолжается. Оно имеет связку с настоящим временем. Поэтому это present perfect. I haven't seen her since last summer. Number 19. We've been living in this house for years now. Now это по состоянию на сейчас. То есть здесь какой-то из present будет. И present, да, есть. We have been living. Это present perfect continuous. То есть действие началось в прошлом и еще продолжается. Мы еще сейчас живем в этом доме. We've been living in this house from. From, for, нет. From это вы можете сказать from, если, например, скажете from 1919, например, с 1919 года. Вот в этом доме живем. Нам сто лет и мы живем в этом доме. Или since, с какого-то момента. Since, например, с того момента, как нам было четыре. Since we were, we were for, да. Since we were for. А здесь мы говорим о периоде на протяжении. На протяжении в английском языке можно сказать for. We've been living in this house for four years now. Now, twenty. Would you like a cup of tea? Не хотите чашечку чая? No, thanks. I've won. Хотите чашечку чая? Не, спасибо. Я только что выпил. Да, одну. I've just. I've. Смотрите, у вас есть have. I have, just have. Нет, потому что present perfect нуждается в третьей форме глагола. Have, had, had. I have, just had. То есть будет это. Так, итак, не забываем подписываться на канал, если вы хотите больше таких видео. If you want to have more videos like this, to discuss this book, English File, Intermediate. So please subscribe, subscribe, tell your friends, send your video to your friends. Отправьте видео друзьям, подписывайтесь и ставьте ваши лайки. Это очень важно. Дальше. vocabulary. You have to tick A, B, or C to complete the sentences with money words. И здесь мы будем говорить о деньгах. Could I ten pounds until tomorrow, please? Could I borrow? Здесь уже стоит правильный ответ, потому что, смотрите, borrow, это как бы borrow, брать. Могу ли я взять? То есть одолжить, да, взять, 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 borrow, себе взять. А land, D, D, на букву D оканчивается. Это дать, дать взаймы, да, дать, land, дать. Когда вы land, вы кому-либо даете взаймы, или вам кто-то дает, land, D, D, давать. Borrow, наоборот, брать, could I borrow? Вы берете или у вас берут? Это borrow. Can I borrow? Could I borrow ten pounds until tomorrow, please? Так. My parents have just finished paying the on their house. Paying the bill. The bill, если мы говорим о коммуналке, здесь будет не bill, а bills, bills, счета, оплачивать счета. Bills, paying the bills, не подходит, потому что у нас bill. Salary, salary, paying the salary on their house, нонсенс, потому что заплата по ихнему дому. И mortgage. Mortgage – это ипотека. Когда вы хотите купить дом, идете в банк, вам банк дает суду, займ на покупку какого-то дома за счет этого дома. То есть вы будете отдавать деньги, но если у вас не будет возможности отдать деньги, то банк может забрать у вас этот дом. который у вас, ну, который вы оплачиваете банкой. I want to some money, so I'm looking for a high interest account. Я хочу немного денег, some money, so I'm looking, поэтому я ищу. Look for, помните, всегда не забываем смотреть на предлоги. Look for – это искать. I'm looking for a high interest account. Account – это аккаунт счет. High interest – высокопроцентный счет. Interest – это процент, то есть интерес ваш. Зачем деньги будете в банке держать. I want to invest, инвестировать, raise – это поднять деньги. Ну, raise, смотрите, raise – собрать деньги на какие-то конкретные цели. У вас есть цели, и вы хотите их осуществить, и поэтому собирайте деньги. Raise money. Because you want, for example, to build a shelter for stray dogs. Вы хотите построить какой-то, какой-то притулок для собак, например, бездомных. Earn – это заработать. Ну, здесь вы работаете, вы можете заработать. Да, это earn. Здесь все-таки больше подходит именно invest, потому что вы инвестируете деньги, неся их на депозит. То есть, ну, депозит – это, в принципе, очень сложно сказать, что это такое. Это инвестиция. Инвестиция – вы инвестируете деньги, когда выложите на депозит, или это что-то другое. Ну, здесь invest подходит. Invest. Here's the money you me last week. Thank you. So, here is the money. Вот деньги. You, которые ты, me, мне на прошлой неделе. So, я отдаю тебе деньги, которые ты мне дал. Давать будет lend. Да, только в прошедшем времени будет lend. 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 Давайте я вам напишу три формы. Lend. 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 Это давать. Но когда вы берете это borrow, вторая форма и третья будет borrowed. Borrowed. Иди мы добавляем. This ring isn't a lot of money, but I love it. Вот это кольцо, оно не стоит много денег, но я его люблю. Оно мне нравится. И смотрите, здесь вам нужно посмотреть на глагол be. Be – это быть. То есть это кольцо есть, но вы не можете сказать есть cost. Стоять. Стоять. Cost – это стоять. Cost, cost, cost. Afford – это позволить. Например, I can't afford buying this ring. It's too expensive. Я не могу позволить купить это кольцо, оно слишком дорогое. И есть слово verse. Verse означает иметь ценность и тоже стоит. Только, смотрите, verse может использоваться с глаголом быть. Be – verse. Иметь ценность. Поэтому здесь именно будет verse. This ring isn't worth a lot of money, but I love it. Оно и не имеет, не стоит очень дорого, но я его люблю. Number five. I bought this book yesterday. Смотрим, bought – прошедшее время, потому что у нас yesterday. Вы говорите о конкретном времени в прошедшем. И it – twenty pounds. It spent – оно потратило? Нет. It cost – оно стоило? Да, подходит. It charged – это взимать плату с чего-либо. Здесь будет cost, и не забываем, что cost, cost, cost – это стоить, имеет три глагола. Глагола – cost, cost, cost. Ну, один глагол, формы глагола, они одни и те же. Cost, cost, cost. Cost, cost, cost стоит. Дальше шестое предложение. We can't afford. Здесь у нас было слово afford, и здесь мы опять имеем это слово. We can't afford. Мы не можем позволить, что the for private education – за частное образование. The costs. Cost. Смотрите. Cost, cost of living, например, это прожиточный минимум. Это cost of. Вы не можете сказать cost for, costs for private education. Cost не подходит здесь. Cost – это стоит. Прожиточный минимум, cost of living. Но здесь или fees, или charges. We can't afford the charges. Charges – это когда к вам приходит, например, к сантехнике, он сделал работу и берет charges, some money, взимает плату. Как бы взимается платой, вы ему что-то платите. Но это как бы не на постоянной основе, а тогда, когда он приходит. Время от времени, да? Время от времени, да? Это charges, charges. Or mechanic, you have, you need to fix your car, so you have the mechanic fix your car. You take your car to the mechanic, he fixes it and he charges some money. So charges. Вот так, charge. Взимать плату. А на постоянной основе это будет все-таки fees. Например, university fees – это плата за учебу в университете. So we can't afford the fees for private education. Number seven. We managed to get. Managed – нам удалось. Нам удалось. Что сделать? To get a what? To buy a new car, чтобы купить новую машину. To get a mortgage. Ипотека – нет. Чек тоже не подходит здесь. Подходит займ, loan, суда в банке. We managed to get a loan to buy a new car. Здесь, помните, infinitive of purpose. Это infinitive цели. We managed to get a loan. Зачем? Why? To buy a new car. Так, мы это закончили. Эту страничку дальше. We spent 500 евро on. На что-то? To spend money on. Запомните предлог. Spend money on. Тратить деньги на что-либо. Восьмое предложение. I hate shopping clothes. Shopping to, shopping by, shopping for. Опять же, стало ее соусочетание. Shopping for. Делать shopping for. Из-за чего-либо. For clothes. Number nine. My brother borrowed ten pounds me last month. Смотрите. Borrow from... He borrowed ten pounds from me. To borrow from. Land to somebody. Land. Д, 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 д на букву D окончание. Поэтому land давать. Дать мне. Здесь borrow from. Взять. Брать. Брать. From me. У меня. My brother borrowed ten pounds from me last month. Мой брат одолжил десять фунтов. У меня last month в прошлом месяце. Ну, здесь это не так важно. Last month. Конкретное время в прошлом. Поэтому вы используете borrowed. Это past simple. It isn't a good idea to get debt. Debt это долг. Буква B. B не читается здесь. It isn't a good idea to get for debt. Into yes. To get into debt. Влезть в долги. Влезать в долги. То есть it isn't a good idea. Не есть хорошей идеей. Влезать в долги. Да, это плохая идея на самом деле. Number eleven. He paid for dinner. И здесь многие делают ошибки. In cash or buy cash. Cash наличка. Он заплатил наличкой. Buy credit card будет. Но in cash. Запомните. In cash. To pay for something in cash. To pay in cash. Заплатить наличкой. Number twelve. The hotel charged. Единоразовая плата. The hotel charged me. Взял с меня. 25 евро. За что? For or from. For. За. For. For a two-minute phone call. Здесь вы S-очку не пишете. Не two minutes. Нет. Ни в каком случае. Two minutes. Это двуминутный. Так само как двухмильный. Two-mile walk. Так само. Two-year-old boy. Двухгодичный там мальчик. S-очка не добавляется. Number thirteen. Tina still hasn't paid me the money I lent her. То есть она все еще still hasn't paid me не заплатила. Мы говорим вернуть деньги. Они говорят заплатить деньги. Назад. Tina still hasn't paid me back. Paid me back the money. Давайте я здесь поменяю. Pay me back the money I lent her. Который я ей lend дал. Да? Одолжил. И здесь нужно тикнуть the synonym of the adjectives. Very dirty. Very dirty. Очень грязный. Очень грязный. Это furious. Это ярый. Да? Ярый. Furious. Есть фильм-фоксаж. Fast and furious. Furious. Лютый. Такой. Fealthy. Fillsy это грязный. And hilarious. Hilarious это такой уморительный. Hilarious joke. Уморительная шутка. Дальше. Very angry. Very angry. Очень злой. Positive. No starving. Это такой ужасно голодный. Furious. Yeah. Furious. Very angry. Такой лютый. Свирепый. Furious. Furious. Very pleased. Очень довольный. Delighted. Delighted будет. Delighted означает довольный. Такой восхищенный. Amazed. Это wow. I was amazed. Я покажу он. Delicious. Very good. Very tasty. Yummy. Delicious. Very hungry. Очень голодный. Ну starving. То есть такой ужасно голодный. Boiling. Это кипящий. То есть boiling hot. Кипящий. Кипящая жара, например. Terrified. Terrified. Very scary. Очень напуган. Terrified. Very big. Enormous. Enormous. Это просто огромный. Enormous dog. Вы можете сейчас подумать о собаке, которую вы видели. Она огромная. И в детстве вы испугались, например. Ну да. Enormous dog. Or you can just imagine an enormous dog that you have seen in your life. Number 19. Very funny. Very funny. Ha ha he he. Very funny. It's hilarious. Уморительный. Hilarious. Positive. Это unpositive. Я уверенный. Delighted. Это довольный. Hilarious. Уморительный. Very cold. Очень-очень холодный. Boiling. Это кипящий. Знойный. Amazed. Это восхищенный. And freezing. Это, да, такие холодрыга такая. Freezing. И дальше нужно выбрать, смотрите, выбрать слог, который читается не так. Например, доллар. Доллар. До-о. До-о. Здесь жирным шрифтом есть доллар. Cost. And sold. Ну, здесь у нас, конечно же, sold будет. Почему? Потому что sold имеет дифтонг O. Вот такой вот O. Sold. Дальше. Some. One. Здесь вот так. Так неудобно здесь писать. Упс. Упс. Some. One. Honest. Honest. Здесь honest будет. Honest. Дальше. Done. Are. Loan. O. О. Здесь O. Loan. О. А done будет A. То есть в одном слове A, в двух O и O. Поэтому done мы тикаем. А дальше. Er. Order. Afford. Earth. Verse. О. Order. Afford. Здесь verse. Потому что er. Дальше. Стоп. Work. Organized. Стоп. Верк. Стоп. О. 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 Здесь звук er. Дальше. Какой слог под ударением? Furious. 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 Первый слог. Ударение на первый слог. Enormous. Enormous. C. And here. Positive. 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 Of course. Positive. Positive. The next. Delighted. 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 Довольно. Delighted. Terrified. 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 Наголос. Ударение на первый слог. Итак. На сегодня все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, don't forget to press the bell notification button. И увидимся в следующем видео. Больше лайков, больше подписчиков, больше новых видео. Все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.